Всем привет! Ну что, скоро весна и хочется собрать для вас очень весеннюю, очень сочную, очень красивую композицию. Итак, поехали! Сейчас буду не только собирать, но и делиться секретами, поэтому поставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал. Смотрите, композицию я решил сделать вот в такой корзинке. Она вот такая вытянутая, и мне кажется, вот как раз будет здорово сделать что-то параллельное с одной стороны, с другой стороны хочется какой-то небрежности, потому что весна это что-то пробуждающееся, что-то маленькое, что-то детское. И для этой композиции я сделал подборку из очень солнечных, очень теплых цветов, ни в коем случае не ярко-желтых, контрастных, а вот именно нежных. Поэтому весну мы сегодня с вами будем создавать именно нежную. И первое, что я делаю, я забиваю свою композицию, основу под композицию флористической пеной. Но перед тем, как с ней начать работать, мне нужно убрать вот эту пленку, то есть ее видимость, чтобы она не блестела. И поэтому я возьму мох и закреплю его с помощью шпилек. Шпильки мы изготавливаем с вами из проволоки, берем, нарезаем проволоку вот таким образом и сгибаем ее пополам. Вот, у меня получилось вот такое количество шпилек, я думаю, мне будет достаточно. И мы по краешку с вами берем и фиксируем наши кусочки мха. Кстати, мох очень мы часто, флористы, используем как раз в весенних работах, когда создаем композиции с луковичными цветами и растениями. Кстати, если хочешь узнать, как создавать композицию с луковичными цветами и украшать ее мхом, переходи по ссылке ниже, там для тебя готов бесплатный весенний марафон. После того, как мы с вами зафиксировали мох, мы можем начинать работать с цветами. У меня настолько богатые тут разнообразие цветов. И первое, с чем я начну работать, это с весенними цветами, такими как нарциссы. Смотрите, их очень сложно с одной стороны поставить в флористическую губку, потому что стебель полый и мягкий. Поэтому, чтобы их поставить в наш оазис, мы берем обычную шпажку, обязательно не проволоку, и загоняем ее внутрь стебля. Дальше мы вместе со стебель подрезаем вместе со шпажкой и ставим наш нарциссик. То есть он станет крепко и как раз зафиксируется на флористической губке оазис. Кстати, в моем марафоне также есть история и про нарциссы. Расскажу и покажу, как правильно с ними работать и раскрою еще несколько секретов про них. Смотрите, я вот ставлю и стараюсь ставить это все объемно, пышно. И вот у меня есть еще вот такие потрясающие ирисы, которые тоже можно поставить на высоту. Поэтому я их зачищаю, да, как раз вместо среза. Кстати, секрет вам от флористов, чтобы они раскрылись, можно их вот так потихонечку побить и вот немножечко помочь им раскрыться. Но это не обязательно, они сами по себе очень быстро раскроются. Ставлю на высоту и вот так фиксируем. Вот, и вы скажете, а почему не заполняешь центр, да? Мне хочется создать реально очень такую воздушную, легкую композицию. Поэтому центр у меня будет заставлен, да, вот чисто для массы. Потому что весна, это, знаете, это все-таки не что-то плотное, да? Это что-то воздушное, что-то очень легкое. Поэтому вот я сейчас использую хризантему Мадиба, вот такую беленькую, да, похожую на ромашки. Но мне кажется, она тоже может помочь нам подчеркнуть весну. Но если бы я хотел, чтобы этот цветок был главным, да, в моей работе, он бы стоял вот тут, на такой высоте, на переднем плане. Поэтому, кстати, вот очень часто мы в курсе профессии флориста в моем разбираем тему, как правильно какой цветок поставить. Потому что соотношение все-таки разных цветов в букете, это тоже играет роль даже при выборе вас как специалиста-флориста. Вот такая нежная персиковая гвоздичка тоже сейчас мы ее поставим так на высоту. Плюс, если вы хотите создать на самом деле очень необычную, да, композицию, то я вам очень рекомендую, как флорист уже с опытом, берите разные цветы, берите разные фактуры и используйте их. Потому что чем больше разных-разных материалов будет в работе, но гармонично поставленных и подобранных по цвету, тем интереснее ваша работа будет для клиента. Тоже можете заметить, я не ставлю все ровно, я стараюсь сделать разноуровневым. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, а какие ваши любимые весенние цветы. Мне очень интересно. Добавляю такие листочки питосфорума, он какая-то такая, как березка, да. Кстати, не забывайте, что весной мы можем ставить с вами ветки в наши букеты и композиции. Это тоже будет очень интересно и оригинально. Также у меня готовы вот такие луковичные растения, да. То есть у меня тут вот гиацинтик, он скоро начнет свистеть. И вот такие мускарики, потрясающие, с промытыми корнями. То есть их можно посадить на шпажку или на проволоку. Если вы проткнете шпажкой гиацинт или мускарик, луковицу саму, с ним ничего не случится. Она расцветет и может даже расцветет второй раз. Поэтому я ее вот так установил, да. И сейчас поставлю в нашу композицию. Как раз ставлю таким образом, чтобы она выходила на мох. Также я ее ставлю вот таким образом, чтобы клиенту было видно, что наш цветок стоит не просто в нашей композиции, а он стоит на луковице, из которой он произрастает. Конечно же, какая весна без тюльпанов, да. Вот если вы используете тюльпаны в своей работе, я хочу, вот у меня их два тут. Я хочу, чтобы они между собой, так это внутри композиции, вот посреди этой полянки общались. И поэтому я их ставлю чуть ниже всех. И если вы хотите, чтобы тюльпаны долго, скажем, у вас распускались, постарайтесь их подрезать пониже. Потому что они очень быстро пьют и очень быстро растут. Всегда, когда вы, знаете, вы, если как только обучитесь, начнете уже понимать флористику, да, приходит время, знаете, таким экспериментом. Экспериментом в расстановке цветов, экспериментом в работе с фактурами, текстурами. То есть, на самом деле, профессия флорист, она очень интересна. Потому что есть огромный выбор как раз для творчества, для реализации себя. По сути, профессия флориста, она очень еще и доступна. Потому что, смотрите, даже вот для себя попробовать, я всем рекомендую. Вот вы, например, вдохновились сегодня, посмотрев этот видеоролик. Пошли в магазин, купили просто себе цветов в обычном цветочном. Купили флористическую губку. Бывает, если не там, то можно заказать на маркетплейсе, например, на Озоне. Пришли домой и сделали для себя именно работу. Вот выразили свои эмоции. А если вам понравится флористика, обязательно жду вас на курсе «Профессия флориста», где вы еще больше узнаете и больше погрузитесь в это прекрасное дело. Кстати, ссылка на курс, а точнее на эфир, где я расскажу вам про этот курс, тоже под этим видео. Так, сейчас я Оазис вот так закрываю кусочками тоже мха, чтобы клиент не знал, как эти цветы тут стоят и как цветут. Смотрите, у нас во флористике есть разные виды композиции. Бывают односторонние, как и букеты. Бывают там с трех сторон, с трех ракурсов, а бывают со всех сторон. Вот эта композиция будет интересна, например, для клиента со всех сторон. Также мы берем вот с вами вот такие маленькие мускарики потрясающие, втыкаем в них шпажку аккуратно, можно использовать зубочистку, подрезаем ее и также втыкаем в наш Оазис. Это тоже даст своего рода некую фактуру, игру для клиента, потому что всегда вот такие элементы, которые вот не просто цветок в Оазисе, а что-то интересное, оно всегда будет привлекать внимание. И вот еще один мне хочется прям вот как-то прям на краю корзинки сделать, поэтому шпажку можно втыкать как снизу, так и сбоку, например. У нас с вами получилась вот такая весенняя, очень солнечная композиция. Конечно, вариации того, как создать еще этого, это просто море может быть. Можно добавить пророщенные ветки березы сюда, композиция будет прям такая весна-весна еще больше. Можно добавить скорлупки, яички, зайчиков, курочек, тогда композиция будет пасхальной. Выбор всегда за вами. Ну а я вам напоминаю, пожалуйста, переходите по ссылке ниже, где вы можете поучаствовать в моем весеннем марафоне, а также вас приглашаю на свой курс «Профессия флориста», где подробно вам расскажу и поделюсь всеми знаниями о цветах, растениях и красивых, потрясающих аранжировках, которые будут вызывать только положительные эмоции. Спасибо за лайк и подписку. До встречи в следующем видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!